Со 100 грамм муки этот объем где-то до 700, в этом году до 800 сантиметров кубических доходил. Вот вам этот показатель продуктивной кустинкости. Вот она прелесть быстровозводимых конструкций, трехмесячных строк за 90 дней они успели сделать. Как сегодня наши селяне берут? Наша сата? Да. Значит, боюсь сглазить, но у нас реализация порядка 98%. До начала страды две недели и больше трех миллионов гектаров ранних зерновых. Погодные потрясения не сбили боевой настрой аграриев. Уверенности в хорошем урожае придают новые разработки наших ученых. Их достижением особое внимание главы региона. С новинками донской селекции Василий Голубев знакомится на экспериментальных полях аграрного центра в Зерноградском районе. Сегодня та государственная поддержка, которая есть семян элиты. У нас заложено 360 миллионов рублей федеральных и областных денег. Она стимулирует для того, чтобы хозяйство именно элиту очень заинтересовано. И сегодня есть дефицит посевного материала. Пшеница, ячмень, горох, чечевица, нут, лен, горчица – 12 сельхозкультур и около сотни всевозможных сортов. На экспериментальных полях можно оценить не только будущее урожая селекционных сортов, но и влияние на него климата, почвы и даже ландшафта. Стойкость донских сортов ценится не только в нашем регионе, но и соседями – Волгоградской области, Ставропольском крае, Калмыкии. Проявляют интерес и в Белоруссии, Армении, Грузии и даже в Турции. Это сорта, вот шеф, опять же, краса дона, вольница. Это сильные пшеницы, вот зерно такое получили в прошлом году. Лабораторная выпечка хлеба показывает тоже, что в этом отношении можно получать и хороший объем хлеба. Результаты научной селекции поражают урожайностью. Отдельные сорта озимых в экспериментальных условиях дали в 2,5 раза больше средней урожайности по области. Секрет в подборке удобрений. Обратите внимание, на контроле без удобрений у нас самое низкое число продуктивных семей. На вариантах же с применением минеральных удобрений этот показатель значительно выше. Ростовская область – зона рискованного земледелия, особенно восток. Снизить риски помогают специально выведенные для погодного экстрима культуры. Донские аграрии уже пожинают плоды взаимодействия с наукой. Как показывает жизнь, особенно последние годы, там, где послушали ученых, использовали их наработки, там сегодня стабильно получают урожаи наш Досской каравай. Губернаторские и нацпроекты сегодня работают по всей области. За этой работой непрерывно следят и глава региона, и его заместители. Мы переформатировали работу информационных групп, перешли на работу в рамках губернаторского контроля. Такие поездки будут идти постоянно. В Усть-Донецком районе сегодня на контроле целый ряд объектов. Мелиховка. Котлован на 800 квадратных метров постепенно приобретает очертания будущей начальной школы. Школа на 3… сейчас обучается 327 человек. Она на 296, по-моему, да? То есть уже идет переизбыток. Уже идет переизбыток. И сейчас мы прогнозируем, смотрим по деткам, что еще больше и больше будет. Четыре класса, спортзал, комната приема пищи, кабинеты медицинской помощи и психологической разгрузки. А рядом стадион и беговые дорожки с современным покрытием. Все это должно быть готово к 1 июня следующего года, если и строители, конечно, нагонят сроки, в которых подотстали. Почему такая ситуация произошла? Это когда мы делали котлован, устройство котлована. Техника у нас в грязи вязла и бетонные, когда работу тоже выполняли. Ну, сейчас мы эти работы уже как бы заканчиваем. Не подведите, а мы будем смотреть. И не обижайтесь, если будем наказывать, если где-то вы будете отставать. Качество уже выполненных работ замгубернатора проверил в Усть-Донецке. На Береговую вернулась строительная техника. Прошлогодний асфальт начал проваливаться. Вадим Артемов поручил исправить недоработки, усилить конструкцию и сделать водосток. Какие нарушения проектные были, я не знаю, про кировщик, экспертизу и все проходили. Я не могу сейчас дать оценку, но в любом случае вот это нужно все укреплять. По-любому это надо восстанавливать. И давайте договоримся так, что две недели, за две недели все восстанавливайте и докладывайте. Хорошо. Договорились? Еще одна точка роста в поселке Сквер Юность. Его благоустраивают по нацпроекту «Жилье и городская среда». Фонтаны, детская и спортплощадки, скейт-парк и амфитеатры. Все это будет сделано для семейного и детского отдыха. И сомнений нет даже в том, что мы ее сдадим. Потому что материал весь на месте, люди здесь все есть. Дальше хутор Мостовой. Местную амбулаторию не узнать. Всего три месяца. И на месте устаревшего во всех отношениях здания новый модульный корпус. Ну, конечно, не сравнить то, что будет, что сейчас. Во-первых, прибавилось очень много кабинетов. И фельдшерский, и терапевт, и специально пушерский отдельный кабинет. Амбулатория обслуживает больше трех тысяч пациентов. Возвели корпус по региональной программе развития здравоохранения. Здесь работают сразу три бюджета – областной, муниципальный и местный. Медучреждение уже почти готово открыть. А пока медики принимают поздравления с профессиональным праздником. Еще один весомый подарок был сделан уже ростовским медиком от губернатора. Полсотни врачей получили ключи от новых квартир в микрорайоне Суворовский. Я живу на съемном жилье, у меня двое детей, и еще посмотрела мама со мной, которая приехала, 73 года. И, конечно, тяжело быть единственным кормилицем в семье, снимать квартиру и работать. Поэтому это неоспоримая поддержка. Практика предоставления служебного жилья медработникам возобновлена в Ростове впервые за много лет. И теперь обещает стать постоянной. Друзья, я очень рад, что мы вместе с вами делаем первый шаг. Очень интересный, заметный, необходимый. И, пользуясь возможностью, вам всем хочу сказать спасибо за ваш труд. День медработников в этом году стал поистине всенародным праздником, заставившим задуматься о важности и ценности профессии людей в белых халатах. Оказалось, что в битве между жизнью и смертью на передовой только они – врач, медсестра, фельдшер. Это просто их работа. А их работа – наша жизнь.